Я Владимир Ильич и Валерий, что я Орню все-таки снял, очень приятно, но я как человек военный, понимаешь, не может он вот на майке висеть, он должен висеть на кителе. Такая большая текстовая часть, я, наверное, ее все-таки немножко продолжу, потому что я знаю, что в интернете, в онлайне очень много людей смотрит вот эту трансляцию сегодняшнюю. И как-то, Дима, помаши рукой маме, там была такая реклама. То есть хотелось бы, конечно, передать приветы. Ну, во-первых, вот мы с сыном сегодня приехали, а хотели всей семьей приехать. Но, к сожалению, ребенок заболел. Кто скажет, что любимая собака, это не ребенок, я не соглашусь. Поэтому, конечно, я передаю привет своей любимой жене и ребенку, нашей собакинке. Вот, конечно, передаю, ну, все невозможно передать, но знаю, что смотрят сейчас ребята, там, миротворцы Приднестровско-Молдавской республики. И персонально Алексею Саушеву. И еще на авиабазах, которые за рубежом, это Иребуни в Армении, это Кент в Киргизии. Целый Урал, вот, Пермь любимая, привет. Екатеринбург, Челябинск, и туда уже вот еще южнее Оренбург. Илья Кобулянский, Саша Кузнецов, привет. Вы все передадите по телефону. Нет, ну, конечно, Торжок, Кубинка, это, ну, это, это родное вообще. Сахалин сейчас спит, но сегодня утром меня разбудили, в 5 утра, я спала, Нина, с днем рождения. Я говорю, да, они говорят, а нас не волнует, у нас вечер, мы уже за тебя поднимаем. Вот, Питер, конечно, родной, Чернигов, Украина, одноклассники. Всем привет. Харьков, Киев, Запорожье. Здесь, с Украины, тоже есть. И представители Харькова тоже. А, вот. И, ну, я знаю, что смотрят не только в России, поэтому всем-всем большой привет. Спасибо, что смотрите, спасибо, что вы есть, потому что без вас не было бы этих песен. Знаете, попытаюсь прочитать стих один, это не мое. Мало того, он написан на трех языках. Я учился в советское время, но в школу пошел в Казахстане. Мы, естественно, казахский язык не изучали. Вот, когда уже отца перевели на Украину, украинский был, я освобожден был. Хотя заканчивал школу уже на Западной Украине, во Львовской области. Обалдеть. И все преподавание было на украинском, я его, в принципе, даже немножко освоил. В Белоруссии служу. Был период, когда нас... Ну, не то, что заставляли, но был период, когда мы начали писать офицеры-диктанты по белорусской мове, чтобы там, ну, как бы только отделились. Было тоже очень много интересных историй. Дело не в этом. Вы все поймете. Насколько я смогу прочитать это вот на наших языках. Кстати, стих написал человек с исключительно славянской фамилией Мамедов, Геннадий Алешик, он в Чернигове, выпускник Черниговского авиационного училища, но потрясающее слово. Мы выпьем и еще нальем, чтоб через края лилось в стакане. Всеводку русскую мы пьем, хоть и не все мы россияне. Литровый куш на всей красе мы перехилим вельми ловко, и белорусы мы не усе, хотя усе мы пьем за брюху. Мы полный келых и налем, чтоб ожлилось через винти, горелку с перцем все мы пьем, хоть и не все мы украинцы. Мы неразлучные, я и ты, тверезы мы, че совсем пьяные, бо мы сябры, бо мы брати, все потому что мы славяне. Когда по жизни штыр и грязь тоска фаворил, когда на много миль волнения нет. На море то лучше утонуть, и я желаю свято, чтоб ветер начал дуть, и в море воло девятый, чтоб парусник летел, как птица над волнами. Ведь я ж всегда умел в морях дружить с ветрами, и в жизни штормовой всегда лезло по камням. И ангел мой со мной, вода пойти бы ко мне, и ангел мой со мной, вода пойти бы ко мне. Друзей бы не тереть, пусть их минуют беды, и если уж стрелять, то в небо в честь победы. Дай бог смертельный шквал на айсберг не наткнуться, пройти девятый вал, в свой порт домой вернуться. Чтоб парусник летел, как птица над волнами, ведь я ж всегда умел в морях дружить с ветрами, и в жизни штормовой всегда лезло по камням. И ангел мой со мной, вода пойти бы ко мне. И ангел мой со мной, вода пойти бы. Чтоб парусник летел, как птица над волнами, ведь я ж всегда умел в морях дружить. С ветрами и в жизни штормовой всегда лезло по камням. И ангел мой со мной, вода пойти бы ко мне. И ангел мой со мной, вода пойти бы ко мне. Я все время эту песню называю про быка, потому что обойти быка мне. Как я называю следующую песню, я потом тоже скажу. А Минск, Азерб, совсем дожди готовите? Наверное, солнце лень светить нам всем. Зачем? Зачем светить? Когда привыкли все к дождю, а я все солнце жду. Ведь я тогда, когда, да что мечтать? Вода размыла нас, как грунт, и лихо целый фунт. Вот это да, беда. И покатит шаром, как пусто во дворе. На небе туч, карет, висит сплошным шатром. Но в Минском снова гром и капли остекло. Но сохранит мой дом ушедших дней тепло. И пусть опять грозит мне рощерком гроза. О тех, кто я бил, напомнит лишь роса. Ведь поутру роса. Трамбой под окном Простужена гримя А провода гудят О чем-то своем И плачет дождь на взрыв Все слезы льет и льет А в небе самолет Аэропорт закрыт Не знают бы, что страшней Грозы, смертельный жар Или когда удар Еще таится в ней Мы все погоды ждем А город весь промок Как будто на замок Закрыт навек дождем Над Минском снова гром И капли остекло Но сохранит мой дом Ушедших дней тепло И пусть опять грозит Мне рощерком гроза О тех, кто я бил Напомнит лишь роса Ведь поутру роса Ведь поутру роса Аплодисменты Не, ну у нас там нормальная сейчас погода К счастью А то бывает такое, что По этому такие песни пишутся Я вот как бы планировал Второе отделение петь такие Ну, гражданские песни Как я их называю Конечно, тут немножко будет авиации Но вдруг я вспомнил Что я забыл одну песню спеть Еще в первом отделении А знал, что в Оренбурге ее ждали Что насупился Илюха Ничего ли, да дозори Надеваю артного брюка Крус, швату, технари Носят ящики солдаты И заката акварель Только нам не до заката Рампа, тельфер, аппарель Рампа здесь не значится цена Палуба не значит флот Мы не взвенчиваем цены Надписью Аэрофлот Мы летаем, где стреляют Экипажи не впервой И июне испугают Грузовик наш боевой На взлет Уходит, увы, селье трутяга Турбин грохочущий квартет Поет Летит Илюша работяга Протяга, наш транспортяга Горбом по небу столько лет Нам лететь туда, где жарко С дозаправками маршрут Полный борт в гуманитарке Там на месте разметут Мы спасаем чьи-то души Мы близко видим лишь во сне Не печалься, брат Илюша Лучше так Чем на войне Это лучше, чем когда-то Полным ящиков и портом Возвращали мы солдата В их последний вечный дом Улетали от печали Снова в небо с головой Где-то вновь с надеждой Ждали грузовик наш боевой На взлет Уходит, увы, селье трутяга Турбин грохочущий квартет Поет Летит Илюша работяга Протяга, наш транспортяга Горбом по небу Столько лет Чай, печенье и конфеты Надоели нам уже Штурман курит сигареты Там на нижнем этаже Техник мыслей Это посадки Что сготовить на обед Если что всегда в порядке У него Велосипед Распростерли уже крылья Вместе с грузом нас несет Коридор ему открыли Значит, он людей спасет Эх, Илья, небесный пахарь Горб на спинке трудовой Если где-то штуба пахнет Грузовик наш боевой На взлет Уходит, увы, селья трутяга Турбин вверх Хочущий квартет Поет Летит Илюша работяга Протяга Наш транспортяга Горбом по небу Столько лет Снизу пальмы по глиссаде Из зимы встречают борт Заведут нас и посадят В незнакомый жаркий порт Местные не бьют баклуши Все предели как один От души нальют Илюши Самый вкусный керосин Командир на борт вернется Весь тепловой принесет Наш Илюша улыбнется Нижним блистером Плеснет Нам награды не медали А скорее будь домой Руды снова в максимале Грузовик наш боевой На взлет Уходит, увы, селья трутяга Турбин грохочущий квартет Поет Плетит Илюша работяга Бродяга Наш транспортяга Горбом по небу Столько лет Горбом по небу 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 Пока я вспомнил, что я еще один привет забыл передать Дима Кальченко, я знаю, что ты это дело смотришь Это мы с ним в Владивосток летели на таком самолете У меня было персональное место с матрасиком, подушкой Я летел на концерт в Арсенье И мне организаторы говорят Ну вам бизнес-класс Я говорю, не надо, у меня в это время летит друг Так бизнес-класс У меня круче бизнес-класс У меня лежачее место И стол, с выбором блюд И возможность зайти в кабину верхнюю, нижнюю и так далее Там летели люди, которые очень удивлялись Дима, привет Длинные полеты такие бывают Все же улыбнусь Пусть на свете все не совершенно Вон да Иисус К нам приходит как-то Переменно хочется летать Вроде не порядок И открыто Но летала только Маргарита Хмурый горизонт Как рубин краснеет На закате Раскрывает зонт Над землей ночь Как надзиратель День закончил круг Я уснул по глупому, мечтая Мне приснилось вдруг, что я летаю Я летал во сне Над землей, где я только не был Словно по весне Было синим и бездонным небо Крепко обнимал И носила меня Веселый ветер А за землей во след Смеялись Дети Так вот ты живёк Ходим по земле во сне Летаем, где-то банк сорвём А потом удачу Пропиваем, а мы чудес не ждём Не волнует нас И среди блаженства То, что мир далёго совершенствует Ходим по земле Вверх закон Ньютона Не пускает бунт на корабле Чёрный флаг на мачте Поднимают небеса во мгле Так легко друг друга убиваем А летаем Лишь во сне летаем Я летал во сне Над землёй, где я только не был Словно по весне Было синим и бездонным Небо крепко обнимал И носил меня весёлый ветер А с земли во след смеялись дети Крылья за спиной Только лишь у ангелов бывают Я ведь не святой Мне не крылья, а руки Обрывают мне бы улететь В край, где постоянно солнце светит Только где же он есть на этом свете Та-да-да-дам Та-да-да-дай-дам Та-да-да-дам Та-да-да-дай-дам Я летал во сне Над землей, где я только не был Словно по весне Было синим и бездомным небо Крепко обнимал И носил у меня веселый ветер От земли во след смеялись дети Я летал во сне Я летал во сне Вот эти дальние полеты такие Привели к тому, что я решил еще одну песню спеть И тоже вот, когда летаешь в те далекие края Я родным аэрофлотом Словно глобус крутану Серебристым самолетом Треть планеты обогнул Лишь закатом и рассветом Сон придет едва и два Время в воздухе при этом Вдруг умножится на два Портменю большой на малый Сам себе теперь пилот Пусть с дороги я усталый Только хочется полет Привязался, запускаюсь И мотор жужжит пчелой Я по жизни все болтаюсь Между небом и землей Я кружу над соколином Я прожжу по облакам Снизу мишки за малиной Ходят к ягодным местам Южным хочется соседям Часть земли себе отнять Но не хочется медведям флаг Над островом менять Где-то рядом вся планета Начинает новый день Красота на краю света Где слегка все на лекре Здесь лягушка как-то строго Смотрит с горной вышины И железная дорога Очень странной ширины Крабы, рыбы и кальмары Бросит тучи разных дел К нам спешат пивные бары Океан им надоел Словно море Это небо Я в полете им дышу Без него мне, как без хлеба Я на землю не спешу Я кружу над сахалином Я брожу по облакам Снизу мишки за малиной Ходят к ягодным местам Южным хочется соседям Часть земли себе отнять Но не хочется медведям флаг Над островом менять В скалах, сопках, как в доспехах Остров высится горой Здесь когда-то доктор Чехов Катаржан лечил порой И здесь в суровом крае Не боятся любых вьюг И когда-то самураев Здесь отбросили на юг Одинокий этот остров Кто-то скажет, как острог Он на глобусе полоской Всем укажет, где восток Без него земля родная Как гитара без струны Для России он не с краю Здесь начало всей страны Я кружу над сахалином Я брожу по облакам Снизу мишки за малиной Ходят к ягодным местам Южным хочется соседям Часть земли себе отнять Но не хочется медведям Флаг над островом менять Я кружу над сахалином Я брожу по облакам Снизу мишки за малиной Ходят к ягодным местам Я кружу над сахалином Я брожу по облакам Я кружу над сахалином Я на земли себе отнять Да не хочется медведям флаг А то островом менять Вадик, я когда летал на Сахалине, я передал привет твоему аэродрону. И, кстати, вот, а я только хотел сказать. Заслуженный военный летчик России, генерал Вячеслав Макарыч Олейник, он на всех краях летал. Пришел и уходит. Кстати, я знаю, сегодня воскресенье, завтра рабочий день. Если кто-то будет уходить, не стесняйтесь. Прошу вас не воспринимать это как призыв. Просто, ну я понимаю, бывает всякое. Вот с Сахалином... Вот не поверите, мне очень сложно петь эту песню про Сахалин. Потому что, как только я... Ну, я рассказывал эту историю, когда мне в интернете пишут, что там за лягушка, что там за железная дорога странной ширины Японии. Там колея японская. Но самая большая проблема возникла потом. У меня есть очень близкий друг Сергей Сухомлин. Мы с ним записываем все вот это. Он аранжировщик потрясающий в Беларуси и лучший. Он работал с Евровидением и так далее. У него студия, в которой я работаю, выпуская эти диски. Однажды он сказал, ты знаешь, я, говорит, когда слушаю, я бы все время спел бы... Здесь когда-то доктор Чехов каторжан лечил травой. И порой вот это травой, и все. Я когда дохожу, и у меня такое смирно в голове, потому что надо вот спеть именно порой, а не травой. Я ему все время вот так мысленно показываю кулак. Вспоминаем сегодня постоянно Игоря Ткаченко. Вот песня, которую я помню когда-то. Я уже сейчас бы не удивился, а когда-то помню первый раз, когда он меня попросил. Думаю, вот Гаря там не даст соврать на кухне сидели. Он, ну-ка спой вот это, вот у тебя классная песня про то, как меня задолбали. Ну, сейчас-то я уже знаю, что это вот эта песня. Хочу как Винни-Пухом быть. Медведем. И друга пятачками ведь. И хватит. Вот вместе с ним дремучаясь. Уедем. И за проезд уж как-нибудь заплатим. Устал я жить по ритму, боги-воги. Когда с огня до полымя бросают. Медвежьи надоели мне услуги. Уж лучше пчелы. Пусть меня кусают. Пусть жарят меня пчелы. И кусают. Медведем быть, наверное, попроще. Проблемы их другие по природе. Бродил бы косолапая по рощам. Мечтал бы в крайнем случае о меде. Я ел бы мед сгущенку и без хлеба. И выбросил бы все ножи и вилки. И было бы мое в цветочек небо. А в голове счастливые опилки. И было бы мое в цветочек небо. Наверно, заболел я каждый вечер. Мечтаю в эту сказку я ворваться. Никто меня, пожалуй, не излечит. Ни доктор Эйполит, ни доктор Пацан. Мне солнышко лесное только нужно. И от костра тепла бы мне хватило. А ночью по медвежьей крепкой дружбе Большая бы мне медведица светила. Светила бы по медвежьей нашей дружбе. Я не успею. Хочу как Виннипохом быть медведем. И друга пятачка иметь и хватит. Мы вместе с ним дремучий лес уедем. И за проездушку как-нибудь заплатим. Нас жизнь ключом в затылок не ударит. В природе, как ни странно, нет фальши. Мне синий шарик пятачок подарит. Как тучка я на нем куда подальше. Мне синий шарик пятачок подарит. И я на нем как тучка, лишь бы дальше. Я не ухожу. Я тут иногда экспериментирую. До записки? До записок? Виннипохом в школе. Вот Виннипох – это не единственный персонаж, который летал в наших сказках, в наших мультфильмах. Я вот прочитаю одну штучку. Сразу скажу, это не мой текст, но я тут поучаствовал потом. Наверное, для многих будет непонятно, но тем не менее. Ну, мне хотелось. Потрясающе, удивился малыш. Послушай, но ведь ты летел с положительным тангажом. Чего? Карлсон открыл рот и от неожиданности чуть не подавился. Ну, ты летел головой вверх, слегка наклонившись вперед. При этом пропеллер должен был тянуть тебя вверх и назад. Почему же ты летел вперед, а не назад? А можно посмотреть твой пропеллер? Конечно. Карлсон развернулся. С ума сойти, я так и думал, сказал малыш, осмотрев пропеллер. Что? Хороший пропеллер? Большой он спросил Карлсон. Так, я и думал, что это не пропеллер, сказал малыш. Пропеллер не мог бы так работать, потому что твоя спина экранировала бы основной поток воздуха, и вся энергия растрачивалась бы на создание турбулентности. Эй, ты чего? Карлсон нагнулся. Это лучший в мире пропеллер. Не сердись. Конечно, это замечательный пропеллер, поспешно сказал малыш. Только это не совсем пропеллер. У него очень интересная система перекоса лопастей. Вектор тяги лежит в плоскости вращения, а точка приложения силы смещена влево. Таким образом, подъемная сила направлена от ног к голове вдоль спины, а не перпендикулярно, как я вначале подумал. А точка приложения силы смещена влево, потому что она действует на те лопасти, которые в данный момент двигаются вниз. Ты чего ругаешься? Обиделся Карлсон. Тоже у меня специалист нашелся. Ну конечно, малыш, хлопнул себя по лбу. Я-то пытался мысленно построить механику твоего полета через укороченное действие, используя лагранжевую механику. Ну похоже, Гамильтонов, подход здесь будет гораздо наглядней. Главное, суметь записать Гамильтриан. А дальше? Ты, кажется, собрался рассказывать мне сказку, снова ранулся Карлсон. Ну вот, ты опять обиделся, огорченно сказал малыш. Просто мне кажется, что такой пропеллер, как у тебя, неизбежно вызовет дополнительный вращающий момент. У тебя же нет хвостового винта, как у вертолета, и тебя будет уводить в сторону по курсу. Я никак не могу понять, как ты компенсируешь этот момент. Он должен разворачивать тебя, и в какой-то момент ты неизбежно свалишься в штопор. Карлсон надулся и вылетел в окно. Постой, постой, я все понял, понял, воскликнул малыш, бросаясь в окно. Карлсон заложил крутой вираж и повернул обратно. Ну что ты понял? Спросил Карлсон, бухнувшись на диван. Что гостей надо развлекать, а не нести всякую чепуху. Я понял, как ты компенсируешь это вращение, крикнул малыш. Ты в полете все время махаешь рукой. На эту выставленную сторону руку давит поток воздуха и борется с вращением. Чтобы лететь, ты все время должен махать рукой. Карлсон здорово разозлился. Опять ты за свое мрачно сказал он. Ничего я никому не должен. Я махаю всем рукой и кричу эгегей, потому что я веселый и приветливый мужчина в самом рассвете сил. Но таким занудом, как ты, я даже махать рукой теперь не буду. Если моя теория верна, начал было малыш, но Карлсон уже вылетел в окно. Малыш увидел, как Карлсон, набирая скорость, рефлектор надернул правой рукой, но сдержался. Тут его повело в сторону. Он попытался выправиться и снова чуть не махнул правой рукой, но немедленно схватил ее левой и прижал к туловищу. Карлсон повернул сильнее и внезапно развернул боком к направлению полета. Он сдался и отчаянно замахал рукой, но было поздно. Поток воздуха перевернул его и, беспорядочно кувыркаясь, Карлсон полетел вниз. «Сука!» Донесся до малыша последний крик Карлсона, и малыш увидел, как Карлсон на полной скорости врезался в бетонный стол, прокатился по земле и неподвижно замер, раскинув руки и ноги. Малыш вздохнул и вернулся к книжке, но ему опять не дали спокойно почитать. «Малыш!» – раздался голос папы. Малыш обернулся. «Малыш, это ты брал гидродинамику Ландау и Лившица?» – мягко спросил папа, входя в комнату. «Она стояла у меня там на полке, закрывала с собой пятно на обоях, а теперь ее нету». «Я положил ее на тумбочку», – прожептал малыш. «Мне было не дотянуться, чтобы поставить ее обратно на полку». «Малыш, малыш!» – папа ласково потрепал мальчика по голове и вышел из комнаты. Ну, тогда до следующей песни я хотел бы пригласить на сцену троих моих друзей. Это будет в тему, если они не постесняются. Пилотажная группа «Беркут». Ну, хотя бы половина ее. Ну, хотя бы. Я об этом пусть все потом и скажу. Мы просто уже имеем этот опыт. Я потом представлю этих замечательных боевых ребят. Это мои очень близкие друзья. Я очень рад, что они не постеснялись сюда выйти и просто поддержать меня. А вы тоже поддерживаете. Я ж не... Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит. И, наверное, оставит мне в подарок пиццу. «Эскимо». Даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка – лучший мультик врет. Вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете. И с детства вертолетик превратился в вертолет. По горам поля мы весям. Облака винтами месим, как малыш и Карлсон вместе Разлучить не смогут нас, в небе жизнь совсем другая Пусть земля меня ругает, я по воздуху шагаю Сжат ладошкою шаг газ, торты, эскимо, конфеты Все остались в детстве где-то, возят бомбы и ракеты Раздают то там, то тут, и в десанте, и в пехоте Их зеленый вертолетик в исключительном почете Их всегда с надеждой ждут Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Вертолетик Р-Р-Р-Р-Вертолет Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Вертолетик Р-Р-Р-Вертолет Как мальчишь плохишь из книжки Нехорошие мальчишки Достают порою слишком Вспоминаем чью-то мать Кто с рогаткой, кто с пушкой Все берут меня на мушку Отобрать хотят игрушку Вертолётик поломать не дам И тогда я огрызаюсь Во все тяжкие пускаюсь И за него я хватаюсь Каждую лопастью держусь Нам домой вернуться нужно С вертолётиком мы дружно Под огнём взбытанец кружек Он герой, я им горжусь Рр-р-р-р-р-вертолётик Р-р-р-р-вертолёт Р-р-р-р-р- вертолёт Р-р-р-р-р-вертолёт Мы полжизни с ним летаем Выручаем и спасаем Отдохнуть и не мечтаем Поменялись только мест Вдруг из детства тот волшебник Прилетит и даст учебник Чтобы понял я зачем Нам этот наш воздушный крест Прилетит на вертолете Не отложен по работе И забудьтесь о пилоте В детство он меня возьмет Даст ломбир кино покажет Сказку на ночь мне расскажет И подарит может даже Свой мультяшный вертолет Запускаем? Запускаем Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Александр Воронин, подполковник Дмитрий Миняев, подполковник Игорь Бутыренко. Не знаю, смотрим в данный фильме, то очень хочется сказать спасибо командиру, ведущему пилотажной группы Андрею Попову, который их отпустил. Они сейчас в командировке, поэтому в форме приехали. Викторович, на самом деле мы специально командира не взяли, чтобы не портить вечер. Коль, пожалуйста, пару слов, если можно, мы тебе скажем. Вот как предыдущий Аратак говорил, что ты, даже не хотелось акцентировать на это внимание, но не являясь летчиком, ты чувствуешь, что реально вообще практически все. Слушая твои песни, ну, как будто свои мысли читаешь. Я за себя говорю лично. Я думаю, многие меня здесь летчики, кто летает, вообще поддержат, потому что, ну правда, это так и есть. Тебе за это огромное спасибо, тем более, что мы с тобой имели честь вместе в одном экипаже полетать, как-то было, да? Да, 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 совершенно верно. Огромное тебе, Коля, спасибо. Хочется тебе в этот день пожелать таких хороших творческих мук, чтобы ты создавал еще много-много хороших песен, таких прекрасных вообще, как ты пишешь и радуешь нас своим творчеством. Коля, спасибо тебе. С многим дождением. Мы с ним действительно летали. Я только когда сказал, что на Ми-28, вспомнил, что и на Ми-24... Всех сдал. Всех сдал. Всех сдал. А, так, ну что, пойдем-ка мы немножко... Что это у меня здесь? По временам года. Как никогда капризен март, С утра капель к ночи мете Рисует странную пастель, Весна совсем не знает, как. На географию и с ней, На гидромет ей наплевать. Ведь все дозволено весне С ума сводить, повелевать. Смотрю я в небо по утрам, И жду, как до спорции сего. А зло в норду Старским ветрам Вернуться к шуму городов. Смотрю на солнце в облаках, И как рассвета жду весны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. Не мистер Март, а словно мисс, Слезами с крыш роняет снег, И каждый день опять каприз, И от весны к зиме побег. И мне без видимых причин Куда-то хочется бежать. Душа размером, как я решил Ее в груди не удержать. Смотрю я в небо по утрам, И жду, как до спорции сего. А зло в норду Старским ветрам Вернуться к шуму городов. Смотрю на солнце в облаках, И как рассвета жду весны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. А вспять вращение земли Не обернуть и не прервать. Я убегаю от зимы, Как школьник девочку встречать. Встречать весну который год, Она ж ко мне придет сама. И пусть не мартовский я год, Но каждый год схожу с ума. Смотрю я в небо по утрам, И жду, как до спорции сего. А зло в норду Старским ветрам Вернуться к шуму городов. Смотрю на солнце в облаках, И как рассвета жду весны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. Ну так пойдем по временам, Это была весна, значит лето, а сейчас лето. И не бегут череду, Что-то нынче со мной происходит. Ширное во мне, Словно дрожжевый в вине бродит. Делая видимо швах, И на всех языках тупо. Сам себе на лету, Словно песня в плиту глупо. На банальный привет Улыбнется в ответ кто-то. И пойдет сам себе, У меня же в уме ноты. И откуда же взялось, Только в небе зажглось светом. Словно выпил до дна, А причина одна. Это лето вдруг настало, И врасплох меня застало. От зимы еще я Не отстаял, а не согрелся даже. Вроде мерзнуть не пристало, Но от холода устал я. И уже не верю, Что согреюсь летом я однажды. Города в духоте И завидуют всем селам. Садоводы в бегах И жужжат на лугах. Пчелы, как под кувой стоит, В небе радуге сгиб. Арка, у Наташ святый лен, Юбки выше колен. Жарко. Облака летят белее, Словно паруса на рее. И звезда на небе, Как и тетя, Бросается лучами. Может, солнце всех согреет, Может, станем мы добрее. И забудем холод, Что носовского волоса добил ночами. И не бегут чередой, Что-то нынче со мной происходит. И шагное во мне, Словно дружевое зиме, Вроде. И откуда же взялось, Столько в небе зажглось, Света. Словно вытуданно, А причина одна. И это. Это лето вдруг настало, И врасплох меня застало. От зимы еще я не отстаяла, Не согрелся даже, Вроде мерзнуть не пристало, Но от холода устал я. И уже не верил, Что согреюсь летом я однажды. И вовсе. И во мне, Словно дружева, Но от холода устал я. До весны, ну и до зимы тем более, до осени немного осталось. Старая-старая песня. Да, я вот знаю. Специально там стол номер семь, там очень близкие-близкие мои друзья, которые, когда я служил в Лиде, были вместе с нами, мы вместе там дружили. Ира, Вася, и... А, водка? Ну, допьем, отойдем. Саша, привет. Вновь барабанит дождь по крышам, Мечтая отстать моря на лужу, И буду всю на землю выжив, По небу лучи ветер кружит. Темно за окнами ненастье, А мне здесь светит полста герцов, Мне дождь, печаль, все смоет сердце, И значит, он сегодня к счастью. Осень, и небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали, И в эмиграции все птицы. Восень, все восемь дней в неделю слякать, И небо продолжает плакать, А мне весна ночами снится. По боркам ветер листья носит, В неделю тянутся резиной, И пес голодный булку просит, Когда иду из магазина. Его такси жила погода, Он, как и я, протрог жестоко, И как ему мне одиноко, Видать, такое время года. Осень, и небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали, И в эмиграции все птицы. Осень, все восемь дней в неделю слякать, И небо продолжает плакать, А мне весна ночами снится. Дождем не видно нынче краю, Мечтает стать морями лужек, А я по-прежнему мечтаю В душе избавиться от стужек, А я мечтаю улыбнуться, И, может, даже размеяться, Не превратиться ближе в паяца, Мечтаю я к себе вернуться. Осень, и небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали, И в эмиграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слякать, И небо продолжает плакать, А мне весна ночами снится. Я помню, я еще когда служил, уже потом уволился, вышел диск, самый первый с этой песни, И мой бывший начальник управления, полковник Владимир Николаевич Ноликов, он говорит, представляешь, какие девчонки подлые, это он про дочек своих, когда я прихожу домой в таком настроении, они уже с балкона это видят и ставят осень, я, говорит, захожу, шашку доставят, тут куда, и уже все обратно, но год продолжается, зима дальше. Замети меня метель И спаси, да сохрани, мир вокруг переверни, чтоб от счастья только хмель, чтоб семь футов, а не мель, не от зла, чтоб холода, жаль никак, все вот беда, замети меня метель. Пусть снег сединой мне без снег запорошек, и та истекает по коже слезами, всю грязь заметет пред моими глазами. И в себе разобраться, метель мне поможет, а жизнь для других получается все же, в конечном итоге себе же дороже. Мы движемся к краху, где всех похоже, но вряд ли кого-то все это тревожит. Замети меня метель, и спаси, да сохрани, мир вокруг переверни, чтоб от счастья только хмель, чтоб семь футов, а не мель, не от зла, чтоб холода, жаль никак, все вот беда. Замети меня метель. Ружье раз в году иногда, но стреляет в патроны с курком, вечно на изготовку, а если уж кто-то сжимает винтовку, то кто-то наш мир навсегда оставляет, и как бы хотелось все это не видеть, ни смерти, ни горя, чьего-то несчастья. И чтоб только сам зазабыть про ненастье и в жизни не сметь, и никого ненавидеть, заметь. Замети меня метель, и спаси, да сохрани, мир вокруг переверни, чтоб от счастья только хмель, чтоб семь футов, а не мель, не от зла, чтоб холода, жаль никак, все вот беда, заметь. Семене метель АПЛОДИСМЕНТЫ Времен года есть еще и пятая Осень, вечер, ветер тучен В доме свет опять отключен И луны Азиаб живучи Робко светит сквозь ветра Одиноко, хмуро, скучно От души упрятан ключик И с собой мир заключен Ненадолго до утра Мой мирок размером с кухню Газ под кофе не потухнет Где-то гром печально пухнет Видно тоже одинок Строго тикает будильник Сам себе собутыльник Живет, моргнув светильник И раздастся в дверь звонок Ночь, такое время года Что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят И в прозрачную небо дом От души моей к восходу Доликом, отолик года Ночь, такое время года Ночь, такое время года Рюмки, водка, сигареты, хлеб Холодные котлеты И сердца у нас согреты То ли дружбой, то ли спиртным Но душа моя раздета И летает в небе где-то Рвется в сторону рассвета Ветер, только там по монаду Я, наверное, спел стой песен Раз уж мы сегодня вместе Вряд ли нам грустить уместно Я пою, и каждый слышит То, что он хотел услышать Но стучат соседи Свыше в батарею, чтобы тише Ночь, пройдет рассвет, все спишет Ночь, такое время года Что не глядя на погоду В гости в дом ко мне приходят И в прозрачную вилду не в воду А в душе моей к восходу Доликом, отолик года Ночь, такое время года Ночь, такое время года Прозвенел давно будильник Опустел мы холодильник В горле, будто бы напильник Могиня скоро пить, теперь солнце Видно встать из-за бойла И сжимает боль затылок Строя сушеных бутылок И уже закрыта дверь Осень, вечер, ветер тучи В доме свет опять отключен И луны озевший лучик Робко светит сквозь ветра Одиноко, хмуро, скучно От души упрятан ключик И с собой в мир заключен Ненадолго до утра Ночь, такое время года Что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят Пьют прозрачную не воду А в душе моей к восходу Доликом, отолик года Ночь, такое время года Ночь, такое время года Ночь, такое время года Что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят Пьют прозрачную не воду В душе моей к восходу Долей дома, долей года, ночь Такое время года, ночь Такое время года Спасибо Ну все, ночные песни, ночные А разговор не клеился И ночь текла ручьем Я как-то не надеялся Что мы себе поймем Луна в окне расколотом Рекинулась мечом А мы болтали шепотом Все как-то не о чем А мы болтали шепотом Вдвоем Подмигивал светильничек И чаничек шепел Дотикал в так-то будильничек И я про что-то пел А пером далеким рокотом Напоминал весна Мы танцевали шепотом Уже не до поздна Мы танцевали шепотом Уже Уже почти пол третьего А сон не для двоих А нам бы лучше третьего И просто на троих К рассвету кто-то стопотом По лестнице сбежал Мы целовались шепотом И дождь нам не мешал Мы целовались шепотом И дождь А стрелки время мерили Летел за часом час И мы почти поверили Получится у нас Узнать бы как-то Что потом И вечное когда А мы прощались шепотом Наверно, навсегда А мы прощались шепотом Наверно Там вот этот шумный угол Он просил песню Я сейчас спою Хорошо, что ты есть на свете Даже если не рядом А где-то Но мы вместе На этой планете Это значит, что снова лето И на свистло челядра стаил И осколки его Облыли А я в церкви свечу по сторонам Чтобы беды Тебя обходили И зима мне только приснилась Снега нет Он в России и в Польше Если что-то со мной случилось То всего лишь любовь Не больше А глаза твои вряд ли заметят Что они мне всего дороже Хорошо, что ты есть на свете Вот бы только хранил тебя Божий Вот бы только ты чуть улыбнулась Как ни странно Случится вдруг это И чуть-чуть на мой взгляд Встрепенулась Значит, лето опять Значит, лето И зима мне только приснилась Снега нет Он в России и в Польше Если что-то со мной случилось То всего лишь любовь Не больше И зима мне только приснилась Снега нет Он в России и в Польше Если что-то со мной случилось То всего лишь любовь Не больше Я даже сам удивляюсь иногда Что-то у меня как-то так вот Ночных всяких песен, как я их называю Не спится, что-то Задумчиво мотор гудит Я жму педаль И холодно луна глядит Куда-то вдаль Чтобы до зря-то луч Мне на чем не помочь И по шоссе я еду прочь Я еду в ночь Пусть на душе моей мороза Мне хватит сил Вся жизнь моя в тупке за нос И снос оси И я за столько лет Не улетел в Кюрик Всегда довел на газ в ответ И в дальний свет Ведь где-то далеко О, наверное, ждут меня всегда А значит, все не так уж Скверно, горе, не беда Пусть ждут меня чуть-чуть А значит, в легок путь Я нынче уезжаю прочь Я еду в ночь Мотора рокот, как напев Звучит года Запомнить не успев Меняю города И пусть мне карты врут Я знаю свой маршрут Надежда с верой в нем рук Пока нас ждут Ночной дорогой я несу Спокоя нет А тех, кто глуп Я не боюсь Лишь слепый цвет Именно в который раз Не отведу я глаз Но если в жизни любят нас Дави на газ Ведь где-то далеко Наверно, ждут меня всегда А значит, все не так уж Скверно, горе, не беда Пусть ждут меня чуть-чуть А значит, в легок путь Я нынче уезжаю прочь Я еду в ночь И где-то далеко Наверно, ждут меня всегда А значит, все не так уж Верно, горе, не беда Пусть ждут меня чуть-чуть А значит, в легок путь Я нынче уже прочь Я еду в ночь Я еду в ночь Я еду в ночь Ну, может, это не совсем корректно Я не знаю, как это по авторским правам Но я немножко своим таким хитрым путем пошел В этом зале замечательном Неоднократно выступал и выступает Михаил Михайлович Жванинский Читать то, что он написал Ну, это не то, что бессмысленно Я вот никогда не пою Высоцкого Потому что, ну, это Не сделаешь вот так Как это делал Владимир Семенович Я просто его слушаю Естественно, Жванинского я тоже не могу читать Пытаясь переплюнуть в метро Но мне очень нравится один его рассказ Я пошел несколько таким хитрым путем Я решил это сделать в виде пародии Как бы прочитал этот рассказ Михаила Михайловича Жванинского Другой не менее замечательный сатирик Семен Теодорович Альтов Наверняка все знаете Ну, естественно, тема авиационная Пилот пробежал по самолету И скрылся в хвосте Потом выскочил Граждане, отвертка есть? Нет? Пассажиры называется Бросился обратно Из кабины выскочили двое с ведрами Без паники Побежали за ним Стюардесса с криком Ты мне до того не сделаешь Заперлась в туалете За ней вышел солидный мужчина Граждане, пассажиры Я командир корабля Не волнуйтесь, все в порядке У меня простой вопрос Кто-нибудь может посадить самолет? А попробовать нет желающих? А стюардессой кто-нибудь работал? А с санитаром? Странные у нас сегодня пассажиры А вот это, простите Может у кого-нибудь компас есть? Девочкой плакать не надо А поискать стоит Тоже нет Что это с вами сегодня? Что я не попрожу? А вот карта этого маршрута Хотя бы автомобильных дорог И дорогу никто наизусть не знает Что же вы приперлись? Извините Его затягивают в кабину Да нет, я просто выразил удивление Какие они такие неподготовленные Снова высунулся командир А простая бельевая веревка У кого-нибудь есть? Да, уступ не подойдет Нет, веревка нужна Жду за пассажиры Как можно такими безалаберными Зоя, иди поговори с ними Вышла расстроенная стюардесса Заметила пассажиров А вы все куда летите? В Новосибирск Так это еще три часа лететь Кто-нибудь хочет чаю? Только один Один кто-то Из хвоста вылетел второй пилот Клейковая лента быстро А клейковая лента есть? Из хвоста доносились удары На меня давай еще бей сюда В салоне потух свет Снова выскочил пилот Пассажиры, свечи нет? Лампада, фонарь Ну хотя бы керосиновый А спички, зубочистка Давай зубочистку Что у тебя? Руки дрожат Пассажир наживается Да ты вообще к полету не готов Иди на место Засредоточься Все, сейчас будем садиться Только без паники В кабине все слышно Полная тишина Хоть бы один прибор А черт Дайте мне обыкновенную Забожную щетку Ну заколку для волос Скрепка Давай Вот чудо подошло Как раз Все, тишина Будем садиться Будем использовать Третий загон Ютона Первые два суки Не сработали, представляешь? Только не кричай мне Пойте что-нибудь Сейчас так Руку отпусти Держи меня Поддерживай Так, ну вот Давай, давай Вместе жмем Левую Хорошо Есть, есть Душа, мать Все, земля Сели Сейчас глянем Что за город Пассажиры Воронеж? Пилот Ну хотя бы Полет, бога, мать Закончен Экипаж Блабля Блабля Благодарит за то Что вы выбрали Нашу авиакомпанию Ну вот Когда такие вещи происходят Сразу вспоминают Законы Мерфи Есть такая замечательная Толстая книга С вот такой Всяких таких вот Приколов Объединенных философией Одной фразой Улыбайся Завтра будет хуже Ну а там дальше Всякие Первый закон Чистком Если вам кажется Что ситуация улучшается Значит вы чего-то Не заметите Если дела идут хуже Некуда Значит в самом ближайшем Будущем Они пойдут еще хуже Ну и там Приложение к технике Если вы Завернули В прибор 16 болтов То после заворачивания 16 Вы заметите Что вы забыли Прокладку Ставить Ну и так далее Ну соответственно Когда-то Вот насчитавшись Эта песня была По дорогам Годатам По стране Та-та-та-там Даже где пути Никто не знает Как бродячий Я артист На ветру Осенний лист Ветерок По жизни Все болтает Передряги И долги И кнуты И пироги Сто проблем Или больше Я не знаю Жизнь Так нежно Горячо По затылку Пьет ключом Но я в одно С всем напеваю Если лихая Беда Если хуже Некуда Значит Скоро Будет еще Хуже Только честно говоря Неприятности Мария Это не Мария Только лужа Только честно говоря Неприятности Мария Это не Мария Только ложе Если в жизни всё окей Нет врагов, то друзей так не может быть Хоть застрелиться Если мне в глаза не воруют, хорошо дела И тут, значит скоро что-нибудь случится Если солнце, яркий свет Туч на небе близко нет, значит я чего-то не заметил Ну а если я упал Если кто-то локтем дался Значит всё в порядке на планете Если хей, беда, если хуже некуда Значит скоро будет ещё хуже Только честно говоря Неприятности моря, это не моря Только ложе Только честно говоря Неприятности моря, это не моря А только ложе Если б много, много лет Не обгорел зелёный свет Я, наверное, умер бы от скуки Проклял, может быть, судьбой Или жалоба я в гробу Если б кто-то не ломал мне руки Если б кто-то от души на меня Точил ножи Или для меня копал бы яму То тогда б я точно знал, что пока что не пропал Что ещё могу идти Прямо! Если лико и беда Если б уже некуда Значит скоро будет ещё хуже Только честно говоря Неприятности моря, это не моря Только ложе Только честно говоря Неприятности моря, это не моря Если лиха и беда Если б уже некуда, значит скоро будет ещё хуже Только честно говоря Неприятности моря, это не моря, а только лужи Только, честно говоря, не приют, Ты моря, это не моря, а только лужи. Это название БЛБ, сокращенные такие вещи, бизнес лиды блюз. Не знаю, почему все время ей хочется эту штуку, но тем не менее. Ее разбудит кошка на рассвете, Остатки сновидений смоют эту уши. На завтрак легкий йогурт по диете, И быстренько помада, пудра, тушь. Посуду бьют за стенкой соседей. С утра привычно ссорятся шуми, Из зеркала посмотрят бизнес леди, И кошка на прощание скажет мяу. И кошка на прощание скажет мяу. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- Погаснут споры, день за спиной, и ей пора за руль. Она неплохо ездит на машине, вот только где запаска не найдет. Да впрочем, есть для этого мужчины, а дома ее только кошка ждет. И дома одинока кошка ждет. Она читает караван истории, как способ вечер как-нибудь убить. Не очень верит в эти все лапстворы и в песни, что любовь нельзя купить. В шкафу висят оружие, наряды. Она их может на ночь подостать. Окошко скажет, мур, ты лежит рядом. Мол, день прошел, пора хозяйка спать. Дочь за дном, пора хозяйка спать. Секунды превращаются в неделю. И жизнь напоминает бизнес-план. Расставлены приоритет на цели. И если что, то маленький обман. Она без сожалений позволяет. Ведь глупо доверять себе судьбе. Идет по жизни, будто погуляет. Как кошка, что сама и по себе. Как кошка, что сама и по себе. Зигзаги в личной жизни и карьере Когда-нибудь пройдут сразу в дамке. Ну а пока в своем стеклянном замке Она одна и кошка в интерьере. Одна и только кошка в интерьере. Та-да-да-па-па-пам 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 Но вот, чтобы не уходить далеко от этих аббревиатур, есть еще одна песня, которая тоже вот эта. БЛБ, это МПП. Это, конечно, наверное, ленивый человек, что ли, когда я пытаюсь сократить вот так, чтобы много текста не говорить, объявляя песни. Вот я ее тут пел, по-моему, один раз. Однажды мне пришли, ну не однажды, а давным-давно у меня витала эта мысль, что очень многие персонажи старинных русских сказок и современных, ну не современных, а именно хороших, добрых советских мультиков, они легко вписываются в структуру военно-воздушных сил в виде определенных родов авиации. И вот это все витало-витало до той поры, пока я не увидел картинку, на которой изображена война мультиков американских и советских. Я помню, даже в Перми месяц назад выступал, я об этом сказал, и несколько человек как раз в телефонах, так-так-так-так-так-так раз в поисковике нашли эту картинку и говорят, мы его, да, ее нашли, да, действительно смешно. Вот. Ну да, МПП. Мультипликационно-патриотическая песенка. В тридцатом летном царстве по тревоге всем подъем с исключительным коварством прилетели к нам с мечом, но мы помним поговорку, что в итоге этот меч может в ходе всей разборки неприятности повлечь, супостату что-то сплечь. Мульти-леди, джентльмены, к нам с агрессией войной, супер-мены, спайдер-мены, монстры, симпсоны, толпой, покемоны поголовно, весь диснеевский народ, по команде вероломно нам устроили налет, прилетел мультяшный сбор. Кот Матроскин вскроет цинки и обоймы всем набьет, срочно швейную машинку переделал пулемет. Наш Кочей бессмертный зыч накроет матушкой эфир, всем мультяшкам заграничным гарантирует сортир, а еще башка секир. Двое из лорд задоложат, видит цель наш радар, эскадрилья бобок-ежек вылетает на удар, бабки лупят без осечек всех мультяшек в прах и пух. Их наводит наш разведчик, он под шариком опух. Дучка в небе, вини бог. Рота Шреков наступает, с ними нинзи заодно, и навстречу вылетает, грозных Карлсонов звено. Дядя Федор снайпер-летчик, бомбы кучно положил, это авиановодчик, цели точно подсветил, это Гена Крокодил. Отобьем мы все набеги голливудовских утят, смей Горыныч из Тротеги на задание летят. Не успеет, не ударит скоростной зеленый вжих, наш с фонариком комарик, от него оставит вжих наш комар, белый комшик. Тракодилов, чебурашек, примет ховрик, самолет, что там транспортникам нашим, им команду и вперед. На борту весь полк, мультяшный самолет, ковер летит, вниз пойдет, десант отважный, волк и заяц впереди. Супосток, ну погоди. В нашу сторону ракета! Дело, видимо, табак, то ли Макдоналду, глас это, то ли жадный скружмак дак. Водяной, мрачнее тучи, жизнь житянка, вечно пьян. Развернет корабль летучий и направит на таран, прокричит на базара. Их мультяшкам заграничным обломаем все мечи, Нас побить проблематично, Мы ведь терты калачи, Загрустит деснею боги, Мы его сдадим в утиль, Коль поднимут по тревоге В небо наш Союзмультфильм, Мирный наш Союзмультфильм. Так, ну где-то мы вот так уже в районе четвертого разворота. Кстати, да, надо почитать минуту. Так. Так, это я прочитал. С днем рождения. А, ну да, прошу. Не спою Мельникова, ну, к сожалению. Надо тренироваться. Это не моя песня Миши Калинкина. Я ее на диске исполнил, там, немножко со своими поправками. Замечательная песня. Я просто, ну, если бы я хотя бы текст взял, я бы ее сделал. Хотя, это, ну, я даже не потому, что там хорошая или нехорошая песня. Для меня она очень хорошая. Миша ее написал. Ну, просто Сергей Николаевич Мельников это действительно, ну, великий летчик-испытатель, замечательно-замечательный человек. Что такие грустные песни просят, а? Да что ж такое? Я даже задумался. Где там Сергей Леонидович сидит? Там, нет? Ну, ладно. Богдан. Уехал? А, ну, вот. Значит, не будем петь. Безобразие. Нет, ну, я не мог ему отказать, поэтому, ну, уехал, значит, тогда по телефону спою. Ну, по крайней мере, смотрю эту историю о Карлсоне просил, я ее, смотрите, прочитал. Он был среди тех немногих, когда я ее первый раз читал. Ну, ладно. Да? Ах. Ха-ха-ха-ха. Нет, ну, этот человек имеет право показать такую большую-большую записку, хотя я пел сегодня эту песню. Его не было. Его не было, но спою, спою, Дима, потому что именно у него, это замечательный мой друг, Дмитрий Сергеев, эта песня была написана у него дома на очью. Да ладно тебе уже, что, ты уже все равно не командир полка. Ты бы гораздо выше. Ха-ха-ха-ха. Ласточки летают над землей. Близко. Значит, снова некая погода. Мы утешим в небо здесь полгода. Значит, полтора, и я живой. Натрия умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, Это значит, нам до цели близко. Крайний или последний этот раз. Бог решит, мы верим. Он за нас. И, конечно, верим мы в бою. Той, что никогда не подпатила, Кто-то называет крокодилом. Птичку, про которую пою. Ласточку. Пятнистую мою. Подтвердят нам трассер и расчет. Не ошибся летчик-оператор. Нычен, как в фильме Терминатор. Все, что снизу, убирает в лед. Наш привет он тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшно, мол, Вранье нас пугает снизу пулей. Дурой, отвечая всей номенклатурой, Птичка разметает воронье. Мы втроем под гимбом у нее. Душу лентокрылую свою Вместе с нами ты не поглупила. А позвала же кто-то крокодилом. Ту, что выручает нас в бою. Ласточку. Пятнистую мою. Не назову. За спиной молотит фулемет. Портовой наш парень из робких. Обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет. Портовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста. Даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. Черт уж живописные места. Всего, да что вместе с ней в строю. Красотой меня с ума сводила. Что за дурень кличет крокодилам. Ту, что вместе с нами на краю. Ласточку. Пятнистую мою. Та-та-ра-па-па. Та-та-ра-па-па. Словно сто разгневанных богов. Всю на нас обрушили свирепость. В небе, словно маленькая крепость. Мы ведем огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем. Не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее с ручки. Словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем. С той, которой песенку пою. С той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодила. Обзовет любимую мою. Ту, что выручила нас в бою. Ту, что вместе с нами на краю. Ласточку ты не стуил мою. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чё, тут всегда истории вспоминаешь. Зову Дмитрий, вышел. Я вспомнил, как мы с тобой... Это все будет. Мы смотрим, значит, раз там журнал учета техники, так мы в Чечне там теряли этот, 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 так этот списали, там действительно не хватает вертолета. Он говорит, а памятник считали? Нет, а он не списан. Та-ра-ра, та-ра-ра Н, та-ра-ра Н, та-ра-ра Н, та-ра-ра Н, та-ра-ра Н Можно по земле ходить и не спорить, и поле читая километры. Но кто-то любит плыть по морю, доверяя жизнь волнам и ветру Мне земля нужна лишь для разбега, хоть и не мечтаю я о звездах Ручку на себя и здравствуй небо, в небе опираюсь я на воздух Каждый день по жизни, как на фронте, врачами совсем не унываю С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю Жизнь бороя в степор загоняет, виражи и прочие фигуры На боре шарик мой гуляет, стонут лажероны и нервюры На петле мне ветер подпевает, небеса с землей перевернутся Возмученный воздух пусть болтает, главное мне в горизонт вернуться Каждый день по жизни, как на фронте, врачами совсем не унываю С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю Пусть там он повиснет на полгода, слякотельный душ сегодня доскует И летаю даже в непогоду, я ветеринатор, я рискую Я потом осветил все до края, за мгновения те, что на закатах В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах Каждый день по жизни, как на фронте, врачами совсем не унываю С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю С песенкой по небу я летаю Ну вот, мы много сегодня полетали Все очень просто, в общем-то То, что витязи делают, и стрижи, и беркуты, и очень многие люди В общем-то, все очень просто, нужно просто научиться летать Хочешь? Хочешь? Научу тебя летать Хочешь? Расскажу тебе, как птицей стать И ночью Оттолкнув поверхность, улететь И коснувшись звезд от счастья петь Главное — хотеть Знаешь, ты не сможешь это позабыть Знаешь, небо невозможно не любить Всветаешь Облака листаешь, как тетрадь Знаешь, небо можно обнимать Главное — летать В звездной вышине В премьи, а не во сне Обмануть законы физики суметь Формулы поправ, сети разорвав Исключением из правил улететь К шумам ветерка Где-то в облаках Умываясь небесами Обвинеть Чтоб хотеть Мечтать Чтоб любить Летать И успеть Спеть Веришь? Если верить, сбудется мечта Веришь? Лучшая команда От винта Сумешь Два на два умножишь Выйдет пять Веришь? Ввысь Не сложно Улетать Главное — мечтать Пылью Разлетится снизу Суета Пылью Обернется Главное — мечта И крылья Не дадут любовь твою пить Знаешь? Это небо можно пить Главное — любить В звездной вышине Время — а не во сне Обмануть Законы Физики Суметь Формулы Поправ Сети Разорван Исключением Из правил Улететь Шумом ветерка Где-то в облаках Умываясь Небесами Объяне Чтоб хотеть Мечтать Чтоб любить Летать И успеть Спеть Хочешь Хочешь? Хочешь научить тебя? Летать 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 И Много Много Вам поют Песен Много разных Песен И так и душевно Нету песни Только Транспективная Я Но сейчас сижу и думаю Почему? А потому что не летам Я никого не приглашаю покататься Но тебя Я приглашаю Света ловлю на слове Я как-то вот У меня было такое четверостишее Нет, я просто вот вспомнил вдруг Оно может быть такое небольшое, серьезное Я не знаю, но написал давно Россия как будто изранена И ей не хватает солдатов Но слышу я в небе Копанина Как Ах, Тонг Покрышкин Когда-то Ребята, дорогие, спасибо, что пришли Я хочу вам пожелать Мира Потому что без мира Даже здоровья не нужно Я хочу вам пожелать здоровья Потому что без здоровья Ну нет счастья Я хочу вам пожелать счастья Потому что без счастья нет любви И конечно же я хочу вам пожелать любви Потому что без любви мира нет Спасибо, будем слышать АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не, ну я просто действительно всегда, когда, вот я всегда позиционирую, мне даже сегодня вспоминали, вот как ты правильно говоришь, что мы вот сидим, как будто у тебя на кухне, даже те, кто у меня на кухне не было. Ну вот эта песня, которую я всегда именно друзьям там именно пел, очень старая. По телевизору футбол, но мне плевать, кому там гол. Сегодня праздник, ведь ко мне придут друзья. И от души накреп весь стол, и на вертушке рок-н-ролл, бутылкой кто, про что врачи твердят нерзи, и вот сидим мы за столом, и песни старые поем, едем и пьем, и только шутки здесь и смех. Вот только часто в горле ком, ведь мне грустить был потом, когда я с дома провожу ночью всех. Но кто сказал, что дружбы нет, что среди гостей вид, Никто нигде никогда мне не поможет. Ведь в протяжении стольких лет меня спасает дружба свет, Всего на свете мне друзья мои дороже. Не место здесь в любом делом, Заботы прочь, не нужный хлам, И мы на мере бы еще, еще бы спели. Да вот луна напомнит нам, что всем пора уж по домам, Мы поболтать друг с другом так и не успели. И буду я всю ночь сидеть, все таки, во тебе песни петь, Где что-то взял сегодня, спить я не успел. Пусть мне сказать им не суметь, Что смог за них бы умереть. А что сказать? Я ему бы там рядных спил. Но кто сказал, что дружбы нет, что среди гостей любит, Никто нигде никогда мне не поможет. Ведь в протяжении стольких лет меня спасает дружба свет, Всего на свете мне друзья мои дороже. Тадададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад Но кто сказал, что дружбы нет, что среди горести и бед Никто нигде никогда мне не поможет Ведь в протяжении стольких лет меня спасает дружба свет Всего на свете мне друзья мои дороже Всего на свете мне друзья мои дороже Всего на свете мне друзья мои дороже Спасибо!